Никита Добрынин рассказал о партнерских родах и умилил нежным фото с сыночком. Никита Добрынин и его жена Даша Квитков 13 июня впервые стали родителями. У пары родился сын, которому дали необычное имя Лев. Новоиспеченные родители не стали скрывать лицо малыша, как делают многие знаменитости, а прямо в роддоме устроили первую фотосессию. Также они делятся с поклонниками деталями важной ночи и рассказывают о первых днях с малышом. В своем инстаграм Добрынин опубликовал трогательный черно-белый снимок с новорожденным сыночком и признался, как он решился на партнерские роды. На фото гордый отец лежит на диване, прижимая малыша к своему обнаженному плечу. На маленьком льве забавная белая шапочка. Никита заявил, что пойти на роды жены было именно его решением, хоть он и не может сказать, что оно было простым. Партнерские роды. Как я на это решился? Хочу сразу расставить все точки над «и». Это было на сто процентов мое решение, которое Даша с радостью поддержала. Не думайте, что я его принял легко и просто, в моей голове тоже были барьеры и блоки. Но любовь к Дашо и нашему сыну сильнее, отметил мужчина. По словам экс-холостяка, главными проблемами была его мнительность и страх, что после увиденного он станет по-другому относиться к любимой. Хотя Добрынин был почти уверен, что этого не произойдет, и оказался прав. Самым большим препятствием стала моя мнительность, от которой после родов не осталось и следа. Да-да, я из тех людей, которым лучше смотреть в сторону, когда у них берут кровь. Но со страхами нужно и важно бороться. А что может быть лучше, чем преодолевать их ради любимой женщины и будущего ребенка. Также я столкнулся с мнением, что, после увиденного, Даша потеряет для меня свою привлекательность. Ну камон, я же не должен принимать роды, находясь в их эпицентре. Моя задача стоять за ее головой и оказывать всяческую поддержку, а она в этот момент необходима, как никогда. Я, например, даже не парился, что мое присутствие отразится на чувствах Кадашо, разве что в лучшую сторону. Ведь я люблю ее, а стоять и ждать за дверью или кутить с друзьями в такой важный момент, это не про меня, откровенно поделился. Никита. Он призвал всех мужчин попробовать подобный опыт, ведь это имеет большое значение для их женщин, а значит и для ребенка. Для всех мужчин, которые сомневаются, хочу сказать следующее. Благополучный исход родов зависит не только от профессионализма врачей, в большей мере на него влияет психологический комфорт роженицы. Поэтому я считаю, что каждому мужчине, который заинтересован в рождении здорового, крепкого ребенка и комфорте свой любимой, стоит хотя бы попробовать такой опыт. Чем больше близкого и родного рядом в этот непростой момент, тем легче женщине морально, она быстрее расслабится и быстрее родит. Проверено, советует гордый папа. Что касается того, что женщина может потерять свою привлекательность в глазах мужчины, Добрынин высказался довольно четко. А женщинам, которые боятся потерять свою привлекательность, тоже со своего опыта скажу. Любовь, уважение, безмерная благодарность, восхищение, гордость, вот те чувства, которые усилились в миллионы раз по отношению к Дашо, после парных родов. Если мужчину отвернуло, грош ему цена. Я привык брать ответственность за свою семью на себя, и, роды, не исключение. Не зря же мы обещаем быть вместе в горе и радости, в недугах и здравии. Я свой выбор сделал еще давно, когда женился. И с радостью следую ему каждый день, заявил шоумен. Напомним, ранее Даша Квитков подробно рассказала, как прошли ее роды и какой момент был самым страшным.